Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Теперь мы можем сказать несколько более точно ДimaTorzok Предмет, конечно, целиком и полностью оформлен мышлением и чувством И будучи именно таковым оформленным, он осознается в качестве представления Почему мы позволяем себе говорить о том, что мы знаем, то есть чем мы соотносимся, что это именно представление Потому что вся форма, вся форма, подчеркиваю, которую мы обнаруживаем в этом знаемом, в этом ощущаемом Она именно что форма и лежит на стороне субъекта Предмет сам не обладает пространственной определенностью Пространство есть моя форма чувства Таким образом, он обладает формой пространственностью лишь в форме То есть сказать просто, что предмет воздействует на сознание, предмет воздействует на субъекта не вполне корректно И Олег Михайлович и Кант в данном случае сходятся в одном пункте совершенно точно А именно, что материальные чувственные данные поступают в сознание в качестве такового Сознание не порождает красноты Сознание не порождает запах гнили И то и другое лишь поступает в сознание Вопрос только в том, как сознание с этим поступающим взаимодействует Так вот, способ взаимодействия, который развивает Кант, состоит в следующем Что так или иначе, все-таки Кант предполагает, что этот самый сугубо внешний предмет Вещь в себе, в уме, трансцендентальный объект Он все-таки есть Сознание делает с этим предметом одно главное Оно делает его познаваемым И вот в качестве познаваемого все, что там есть, принадлежит форме Говоря терминами Олега Михайловича Но некоторым образом существование этого предмета, оформляемого, предполагается Оно предполагается Кантом в разных формах, на разных этапах развития его точки зрения Тогда как? Да, и тем самым возникает вот это бесконечное обсуждение вопроса А воздействует ли мир или вещь на сознание? И вот здесь есть что обсуждать Этот вопрос не праздный Этот вопрос рождается не от непонимания Канта А просто сама точка зрения Канта допускает постановку этого вопроса Тогда как? Олега Михайловича, исходя из начального тезиса Что форма есть А предмет в форме становится Имеет то следствие, что Об этом я в нашей встрече говорил, но сейчас просто Настало время это наиболее эффективно подчеркнуть А именно В концепции Олега Михайловича Нагарисына Форма не просто делает предмет познаваемым Но делает предмет существующим Это у кого там? У Нагарисына Да не может быть Я тебе точно Я тебе могу прямо цитировать То есть форма творит мир Она не творит мир Она творила бы мир, если бы форма создавала мир в содержательном смысле этого слова То есть создавала красное как красное Гнилое как гнилое То есть что-то есть И форма просто дает ему оформление То есть есть хаос некий, да? И форма упорядочивает этот хаос Ну допустим Не допустим, важно понять, что это значит Важно понять, да Но здесь важно вот что понять Что по поводу этого самого хаоса можно решить двоярко Можно решить как как Что в каком-то смысле этот хаос есть И он нас официрует Да В каком смысле это дискутируемо Но это дискутируемо Это как бы предположение, что хаос есть В каком-то виде существует Тогда как по многовизму Этот хаос не есть Он возникает как существующий Вообще что-то существующее возникает только благодаря форме То есть предположение о существовании того, что предшествует сознанию Вообще элиминировано полностью У Канта какие-то остатки этого предположения есть У Наговицына даже остатков этого предположения нет совершенно Отсюда он подчеркивает, что форма не может испытывать воздействие предмета Это вот, кстати, прямая цитата Даже могу сказать Вот На странице двадцатой Вот в теперешнем виде его текста Постоянно модернизируемо Ну, он да Он модернизируемо и уточняемо А с другой стороны, я же с Олегом Михайловича спрашивал Можно публиковать так как есть Он говорит, да можно То есть он согласен Согласен признавать эту раннюю версию за существующую Так вот Она все-таки тем самым легитимна Так как предмет не отличен от формы пространства То форма не испытывает воздействия предмета Только форма воздействует на предмет в том смысле, что делает возможным его возникновение Ну, в самом деле, да Это просто некоторое последовательное развитие исходной интуиции Которая состояла в том, что форма есть, а предмет в ней становится И он становится в ней не только познаваемым, но и существующим И, кстати, это можно было заключить из того момента, когда мы обсуждали, что Первая форма ставшести предмета состоит в том, что это форма данности То есть предмет получает форму данности благодаря форме, а не потому, что он таков есть Для Канта, кстати, это вопрос дискуссионный Вот я, кстати, возвращаясь к вопросу о том, что такое трансцендентальный реализм У меня в этом пункте, кажется, тоже некоторое понимание расходящееся с мнением Александра А именно, я понимаю это место следующим образом, что трансцендентальный реалист Решает вопрос о бытии вот этих феноменов и представлений однозначно Он говорит следующим образом, что существование имеет один смысл Смысл данности То есть наши представления обладают формой данности, и это единственный смысл существования Тогда как сам Кант оставляет для себя возможность думать двояко Что есть смысл данности о существовании А есть еще некоторый смысл, который реализуется то в концепте вещи в себе То в трансцендентальном объекте, то в ноумене, как бы то ни было Это иное, чем представление Это иная форма бытия, чем форма данности Согласен Да Если бы попросил, поскольку мы уже говорили, трансцендентальный объект Все же это вот с новым нежелательно его соотносить Ну, я понимаю, да Я просто их перечислил, потому что они В данном случае, они равным образом демонстрируют существование иное, чем существование представления Все-таки они Светальный объект – это то же представление Это некая абстракция, которая вводится на на Для объяснения, как раз вот, описывания чувств Ну, да Причина Да Да Я понимаю Я тут предчувствовал, да Что у нас найдется в чем разойтись Но я просто хотел указать на одно обстоятельство Вот если для Аканта Это вопрос был принципиально не решаем в одну из сторон Он не решает оставить только одну форму существования Форму данности или форму вещи в себе Что там она существует, а это лишь некоторые представления Не имеющие отношения к существованию Нет, для него и то и другое форма существования Тогда как у Наговицына получается следующее Что форма дает предмету форму данности Одну И ей, как бы, вообще говоря, другой формы бытия не противостоит Как постоянно противостоит у Аканта Вот для него было бы решение в пользу одной из форм существования Это, как бы, уход от его точки зрения Игорь, а можно вопрос? А что-то, да, это самое Вы говорите, что Для философии Наговицына Как бы предмет становится в форме И как бы не существует никакого быхья предмета, так сказать, за пределами формы А тогда красноту как красноту и запах гнили, так сказать Ваши примеры Откуда она берется? С самой формы? Откуда она берется, на мой взгляд, здесь на такого рода вопрос ответа нет Ну, то есть, как бы, внутри философии такого ответа нет Это некоторая, это вот та положительная данность, которая не в смысле формы бытия Да, это просто то положительное, что приходит в сознание извне Вопрос только в том, что дальше делает сознание с этим Ничего, по-английски видно Для сознания есть нечто извне? Нет Вот для сознания ничего извне нет Вот тут, как бы, вся сложность с этой исходной точкой именно в том и состоит Что форма есть, а предмет становится в форме Нельзя сказать, что предмета совсем нет или он из пустоты возникает Но он именно что становится То есть, как нечто преданное То, что было до формы или наравне с формой В таком смысле предмета нет, и хаоса в таком смысле нет Предмет становится, как вот этот хаос оформляется внутри формы И получает не только определенный вид познаваемый, но и определенную форму существования Определенную форму бытия Благодаря Богу Я понял, да, я когда-то задал вопрос, откуда она берется, так сказать Из ничто Бог творит мир из ничто Я же будто я спрашиваю про творчество Не идет и ничь о таком творении А так, ну да, если бы мы могли творить это самое и красноту из ничто, то мы реально были бы боги Но это эмпидически не так Если это эмпидически не так, может это как раз является доказательством того, что за пределами формы нечто есть? Подождите, Игорь, ты мне не так объясняешь Просто, когда у тебя есть данность, вот есть у тебя плохо пахнущие фухты Это же некая данность, у тебя вопрос уже о том, что было до сознания, а ты просто не стоишь Есть данность, есть данность, есть данность Да, есть ли, есть, это некая данность Поэтому ты к этому вопросу, ты не можешь адресовать вопрос, что было до сознания, просто не можешь Данность Плохо пахнущие фухты Но зато ты можешь адресовать вопрос в форме А чем является форма? Форма, говорит, Кант Вот такая форма пространства и времени То есть форма в смысле определенности Здесь же как бы действительно форма в том числе является формой бытия То есть она делает то, что есть, и тем, что есть, есть Можно я тут добавлю, как раз, свои пять копеек На самом деле у Наговицына здесь позиция не последовательная В отличие от Канта Потому что Наговицына исходит из того, что вот есть некое уже оформленное нечто Нет его Нет этого оформленного нечто Ну предмет же, предмет становится в форме Данность есть данность Да, предмет становится Вот есть эта данность И потом Наговицыну надо объяснить А как эта данность возникла Он никак это не может объяснить Иначе говоря, у Наговицына нет начала Ну просто очевидно на самом деле, что вот есть некая статичная форма И все остальное становится в форме Все И как бы как это Есть как предыдущий шаг, он сделать не может Потому что, в отличие от Канта Кант пытается шагнуть еще глубже, да Куда-то туда, в непознаваемое Чтобы оттуда вернуться и обосновать, каким образом возникла данность И при этом сам себя через слово одергивает и говорит Это невозможно И нелепо претендовать на подобный шаг И зачем тогда он его без конца совершает Противоречие Я просто объясню, в чем противоречие векса состоит Дело в том, что это феноменологическая позиция То есть, вот есть некая феноменологическая позиция Есть данность, и мы исходим из данности, не обсуждаем, как она возникает А вот Кант все-таки, он трансцендентальный философ, да И он пытался обсуждать, как возникает данность Но это вот в разнице между Наговицыным и Кантом Но у Наговицына здесь есть некого рода непоследовательность Потому что, на самом деле, все остальное, оно возникает отсюда Во всем остальном есть рассуждение о возникновении Но вот первоначальный шаг, вот этот, он как аксиом Просто, что вот и есть форма статичная, и все становится в форме Но если это чисто феноменологическая позиция То это, я не вижу, противоречие Нет, противоречие есть то, что... Если бы артологическая там была Но если бы человек с метапозицией там Наслаждал вообще о мире, но... Противоречие состоит в том, что человек... Что она немножко является... В чем проблема феноменологической позиции? Что она немножко нефилософская, да? Потому что философская позиция пытается все обосновывать А феноменологическая позиция говорит, ну, из опыта ясно Нам это понятно, очевидно и так далее Это немного нефилософская позиция Такую позицию занимают предчастные науки, да? Он говорит, вот есть этот объект, давайте его изучать Так же здесь, ну вот так вот устроено, давайте этот опыт изучать Противоречие именно в этом состоит, что Олег Михайлович претендует на обоснованность На самообоснованность всей системы, да? Что, как бы, выход из некоторого рода изначальной, как бы, такой самоощевидности Если так можно выразиться Но на самом деле вот этой вот изначальной самоощевидности нет, да? Предлагается, как бы, принять на веру, что вот эта форма статична, а предмет в ней становится Почему это так не объясняется? Так и все Потому что это единственная, полностью последовательная точка зрения Еще раз, смотрите Вопрос о том, откуда взялось красное как красное, на него никто не может дать ответ Камп не дает ответ Камп не дает ответ Вещи в себе, вещи в себе и цинируют нашу чувствованность И чего? И при этом Вы в сотом раз говорите, что такая точка зрения не может быть Ну как, да? Это ощущение. Я слышу красно. Нет, АКАН нас официрует трансцендентальные объекты, которые мы предполагаем для удобства, чтобы сама не сойти. Трансцендентальные объекты в этом мире. Вещи в себе вообще нужно забыть, когда мы серьезно разговариваем АКАН. Это неправильный вопрос. Есть НОУМАН. Письмо, а в чем? Говорить о том, что НОУМАН, можно так условно говорить, что нас официруют вообще, поставляя материю чувств. Это можно еще говорить. Но то, что конкретный объект официрует меня, это невозможно говорить. Как вещь в себе? А что разница между трансцендентальным объектом и вещью в себе? Обсуждали. Давайте же никому сейчас это обсуждать. Это терминологическая трудность. Вопрос же не идет о том, что когда говорят, что вещь в себе это какая-то конкретная вещь, а за ней стоит другая вещь. Не об этом идет разговор? Не об этом, не об этом. Речь идет о том, что есть... Не об этом, но ты обратил вним hate. Оп春естор, который тянет с Кетянца. И у него есть внешний импульс. И тем не менее у него красный есть, а внешний в... Внешний импульс у него есть. Извини меня. У него есть, только не вещь в себе, но внешний импульс. Мне кажется, я смогу сейчас четко объяснить, откуда берется красный по акканту. Вот лампочка есть, она горит красным цветом. И это трансцендентальный объект, мы можем представлять сам по себе, стоящий за этим представлением о красной лампочке. Это причина красного, трансцендентальный объект. Но нельзя по акканту говорить, что причиной красного является вещь в себе. Ноуман вообще причина всего тогда уж. Потому что вот эта материя чувств, которая от Ноумана идет нам, поток, она не структурирована. Мы ее структурируем. Поэтому совершенно прав, да, в данном случае. То есть я в поддержку... Еще раз, да, я понимаю. Еще раз, господа. Это попытка Наговицына, попытка наиболее последовательно провести следующую интуицию. Что? Материя наших представлений и наших ощущений, действительно, откуда она берется, мы не можем сказать. Ну, все, мы не можем сказать. Да. И поэтому об этом и не надо говорить. Кант постоянно пытается об этом что-то сказать, но сам себя хватает за руки со словами, что ну нельзя про это ничего сказать. Но это и называется феноменологией. Наговицын пытается более последовательно. Нельзя об этом говорить, значит, это оставляется в том месте. А о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, какие формы этот поступающий, не дифференцированный поток, хаотический, в каких формах он нами принимается. И проследить генезис этих форм. И вот его философия состоит в том, чтобы следить этот генезис. И первая форма, которая обнаруживается у этого, как бы, схваченного потока, это форма данности как таковая. То есть она не предпослана, она является результатом первого, как бы, схватывания в форме. Тем самым показывается, как она возникла. Ну да, здесь сказано не очень много, но по весьма уважительной причине, потому что это слишком фундаментальная позиция. Она феноменологически недоступна, она психологически недоступна, она непредставима. И есть только вот скупой набор слов, которые эту ситуацию описывают. Но все, что мы можем, все, что философия может претендовать, понять и описать, это становление форм, в которых схватывается этот поступающий нам поток. Все. Дать ответ, откуда берется сам этот поток, мы не знаем. Ну, то есть как философы мы не знаем. Мы можем стоять на позиции, так сказать, религиозной, мы можем стоять на какой-то позиции, там, не знаю, там, мировоззренческой, и, исходя с этой позиции, что-то решить. Но это будет простое, как бы сказать, простое допущение, ничем не верифицируемое. Мы можем верифицировать только то, что находится в нашем распоряжении. В нашем распоряжении находятся мысли и чувства. И мы можем анализировать форму мыслей и форму чувства, как они устроены. Все, и только этим занимаемся. Да. Но просто как раз и состоит в том, что когда мы говорим, что мы занимаемся только данностью, не обсуждаем, как данность в нашем опыте возникает, это и есть феноменология, как она себя себе заявляет. Есть никакой феноменологии, Влад. Ну, давай, как бы, без заверения. Я просто объясню, в чем суть феноменологии. Действительно, ты прав. Если мы возьмем и введем в наше рассуждение вещи себе науменные, неважно, что официруют наши чувства, мы вводим в наше рассуждение нечто непознаваемое, да, и как бы получается, что впадаем в каком-то противоречии. Как будто бы непознаваемым может вступить с нами в некое взаимодействие, да. И из самого этого взаимодействия оно получается вроде как в чем-то поздно. И поэтому мы отбрасываем это. Так вот, это вот отбрасывание непознаваемого, это и есть позиция феноменологии, которая говорит, что поскольку нам дано только чувство и мышление, то давайте работать только с данностью. И возьмем эту данность так, как она есть. И не будем обсуждать, как она в нашем опыте возникает. Нет, мы обсуждаем именно то, как она возникает в нашем опыте. Ну, хорошо, как тогда возникает предмет? Это в опыте Наговицына. Как вот, как, форма, предмет становится в форме. Как возникает предмет? Откуда он берется? Форма его созидает, это творение. У тебя две позиции есть. Либо ты скажешь, что форма просто творит мир. Это одна позиция креационистская. Либо ты скажешь, что форма получает некий внешний материал, как у Канта. И тогда тебе нужно предположить, что этот внешний материал откуда-то берется, и тогда возьмем вещи себе и прочее. Нет, он ниоткуда не берется. Мы не можем найти ответ на вопрос, откуда берется этот материал. Самое-то интересное. Если вопрос поставить можно, значит, на него надо дать ответ, так или иначе. Это же, так же нельзя говорить. Нечто как бы, какой-то поток есть. А вопрос задать, откуда он берется, нельзя. Что это такое? С самого начала сказали, что разговор ведется не об отчтойности, не об определенности. Разговор с самого начала ведется об идее. Ну, при чем тут у тебя эти хранические... Почему вообще форма отличается от предмета? Мне это объяснить. Почему форма противопоставлена на предмет, от нее отличается? Почему? А почему не просто предмет и не просто форма? Не просто форма в сознании. Почему? Почему два? Ты начинаешь... Подожди, подожди, подожди. Что ты выводишь? Гегель, дай я договорю. Иначе это будет просто бардак. Вот, например, это же проблема, которой занимается Гегель. У него есть сознание, есть Гегенштамп, противостоящее сознание, предмет. И, в конце концов, это противостояние, на самом деле, оказывается снято в конце. Потому что оно, как бы, само противостояние, откуда взялось-то оно. А откуда, почему у многовицына есть противостояние формы предметов? Ты мне объясни, почему оно есть с самого начала? Потому что нет противостояния формы и предметов. А значит, это два слова. Давайте хоть просто форму. Я просто слушал, кажется, четыре лекции, да, ваше время. Меня тоже, что меня смутило, это нечеткость, ну, я это отнес, нечеткость позиций, при рассмотрении. Я это отнес к тому, что, ну, вы тут что-то много уже говорили, может быть, я не понимаю. Но сейчас я понимаю уже, что не совсем для вас с вами прояснена четкость позиций. Во-первых, это, вот, позиция, может быть, антологическая вообще, да, или фенологическая, это во-первых. А во-вторых, ну, или форма, как, извините, сознание, или форма, как предмет. То есть, получается, предмет у нас форма в форме. И тогда вот резонтным вопрошением Булата. То есть нужно всегда, как-то, о чем речь-то, а не вообще. Ну, Александр, да. Впрочем, ты Александр выяснил то, что я хотел сказать. Давайте попробуем это выяснить. Извините, вот это у меня первое впечатление, вот просмотр возникло. А сейчас просто, ну, я вот, могу придется крепляться. Значит, смотрите, аргументы о том, зачем вообще нужны два слова, я не могу всерьез рассматривать. Потому что, как вы собираетесь начать иначе? Вы хотите начать философию с одного слова? Иначе не было. Почему? Нет, просто мы говорим форму. Да. И форма, это и есть многообразие форм. Форма, как бы, данности. А когда у тебя взялось слово многообразие, и взялись какие-то многие формы, у тебя... А почему она одна? А почему форма одна? А вот ты с самого начала сказал форма. А потом откуда взялось многообразие форм? Откуда, ну, поскажи, я не могу... Феноменологически так. Феноменологически так? Ну да, если у нас феномен... Идите тогда и курите. Нет, если феноменологически предмет становится формой, и для тебя это очевидно, то для меня очевидно, что феноменологически много форм. Я не вижу разницы в позиции с точки зрения феноменологически. Я хочу... Я знаю, что они говорят, что построение локализма не является феноменологией. Опять же, я могу и твою позицию поточнить. В случае перминологически ты знаешь... Это значит, что много форм. Я посмотрел. Чистое сознание твое. Невозможно. Если напрячься, тогда у тебя будет только одна форма. И мы приходим к чему? Мы приходим к катанизму. Это один подход, это возможно рассмотрение. И тогда возникает... Я намеками там намекал, да? Вот форма как одно. И мы рассматриваем становление формы одно и иное. Потом уже и многое появляется и прочее. И т.п. Вот, пожалуйста, одно. Один из вариантов. Уже, грубо говоря, расписанный две с половиной тысячи лет назад. Надо взять и подумать. Можно и так, да. Вполне. Булат, я привел свой пример к тому, что ты позволил себе совершенно недопустимой форме. Ты сказал, что если ты говоришь форма и предмет, то какого черта ты говоришь после этого, что форма есть, а предмета нет? Почему тогда у тебя два слова? А я тебе говорю, а ты попробуй начни философствовать одним словом. И у тебя это не получится. Потому что ты сказал форму, а потом ты начал говорить многообразие. Что такое многообразие? Что это значит, что ты сразу вводишь какое-то многообразие? Какие-то формы возникают. Ситуация вот так вот к словам – это совершенно не построенный пример. Это продуктивный. Просто проблема состоит в том, что форма всегда подразумевает материю. И поэтому нам кажется, что здесь что-то зависает. Я выбираю слово «форма» и перехожу на термины идеи для сознания. Сознание тотально одно, ему ничего не против. Хорошо. Ф всё внутри сознания! Ты хочешь сказать даже формы отношения с сознанием к предмету? – Согласен? Только внутри сознания дело само себя разделяет с одной стороны на предмет, а с другой стороны – на саму себя. …с сознание само отничает. Сознание – это состояние предмета? …сознание является способом отношения с сознанием и предметом, да? Нет. Сознание – это тотальность, внутри тотальности сначала есть разделение Хорошо, у тебя есть два слова – сознание и тотальность Какого раза ты употребляешь два слова, когда это одно? Дело же, а я же многие других слов всяких признашу предлогов Так, так, и что, а какое право ты имеешь? Ты такой же аргумент приводишь против многовицына и некраснеешь А когда против тебя, так ты видеть или так не можешь? Нет, я говорю про термины Вот используешься два термина, значит, ты видишь Так, какого чё-то? Если ты говоришь об одном начале, откуда у тебя два термина? Они обозначают два раза Дайте мне высказать Нет, ты не даешь высказать Ты говоришь, что «ах раз два термина, значит два слова, значит это, видите ли, предполагает то-то, что-то, пятое, десятое Я могу это обернуть против тебя и не позволю тебе ничего высказать И что? И это будет продуктивно? Это не будет никогда продуктивно, поэтому прекрати немедленно эти недостойные трюки То есть я должен просто многовицына взять на веру и молиться, и говорить, что вот тут всё, что сказано как бы учителем, как бы, а уже не вырубишь топором, да, там просто запомнить, наверное, навсегда И никогда это не пытаться обсуждать Так, что ли, по-твоему? Обсуждать, это именно обсуждать Они используют недостойные трюки У нас есть два термина, есть форма и есть предмет Каждый термин, поскольку термины не должны быть синонимами, а каждый термин должен иметь свой смысл Надо различить, что состоит смысл термина предмет и смысл термина форма Так, и это делается Вот и надо понять, в чём различие состоит И это делается, пожалуйста, форма есть как актуальная, как завершённая, а предмет в этом смысле не есть, а лишь становится в этой форме Тем самым мы сказали нечто о самой форме, и мы сказали о предмете Вполне определённо и различно Предмет не то же самое, что форма, а форма не то же самое, что предмет Я могу спросить, всё же это я не понимаю, но о чём я говорю, о форме предмета, или о форме как таковы? Мы говорим о форме как таковы О феноменологической форме Нет, о форме точку рассмотрения. Логическое упаление, конечно. Это логическая, действительно, точка. То есть, смотрите, любая феноменология, будь это гегелевская, гусарливская, чья угодно феноменология, у всех это феноменология. Нет, это как раз нет. У Гусарли феноменология. Я уверен в действии феноменологии. Да, да, феноменологии духа. И на Горисе это настолько маленькое различие, что я его почти бы не замечаю. Вот это точка. Между Гегелем и на Горисе. Одна нефеноменология. Тогда она должна обосновать как предмет. Но я обычно то, что нефеноменология для меня это антология. Наукология, я выгляжу, антология? В некотором роде, да. Наукология Гегеля. Ну, только надо понимать, что картина мира не есть некоторое предзаданное и некоторое готовое. Ну, естественно, да. Есть процесс рисования, отверждения картины. Совершенно верно, да. Как я называю это антологией. Другая точка зрения, феноменологическая, или, как я называю, модель сознания, это с точки зрения сознания. Да. И тогда вот я строю модель своего сознания. И тогда я должен обнаружить в сознании вот сложность. в чем просто я буду говорить, потому что я с моим приятелем, мы лет пять назад начали, достаточно оригинальным образом, строить модель сознания. Мы обязаны обнаружить в сознании то, что не есть сознание. Вот. А если строить антологию, то, значит, в нашей антологии должно появиться сознание. Ну, как и так. Ну, хорошо. На самом-то интересно, что с точки зрения Кампа антологии невозможно, что антология полностью редуцирована в мессиологии. Все их познания. А, получается, во многовестном антологии возможно? Да. Но это странно. Ну, почему Камп? Вот я считаю, что у него законченная антология, на роде с Платоновской, что Камповская антология просто... Почему Камп велит так? Потому что он очень аккуратно обрезал Платона. Вот это мой взгляд. У меня есть представление об антологии Платона. Так, а что существует пока, по-вашему, если все есть субъективная форма? И все субъективно? Что существует? Существуют вещи в себе? То есть ничего? То, что не познаваемое? Ноумен, да. Ноумен. Ну, это все, что можно об антологии сказать, это и называется, что антология нет. Ну, она примитивная, но она закончена. Да. По поводу антологии. Здесь-то как раз антология, на говорице. Потому что форма, в первую очередь, это форма вытья. Поэтому на антологии очень просто. Да. И в некотором роде, то есть, дальше процесс будет происходить следующим. То, что сейчас называется формой, из этого будет вырастать чувственная форма, мысленная форма, то есть, как бы то, что есть форма чувства, и что есть мышление. А из предметов, соответственно, будет вырастать, ну, собственно говоря, разные формы предмета. Да. Вечка, ну, я просто слышал очень часто форма данности вот. Так... Форма данности, да. Форма бытия, форма данности, но и тоже. Вообще-то форма данности, это звучит как способ данности. Ну, то есть... То есть, он предмет, он тебя выступает в качестве существующего, чем тебе не определяет. На самом деле, если... То есть, тут штука в чем? Возвращаясь к Наговицыну, да, что есть форма данности, да, то есть, еще раз, да, исходная точка зрения, форма есть в качестве актуальный предмет, в ней становится, и первая остановка становления этого предмета, он все время будет становиться, да, он все время будет развиваться, впрочем, как и форма, да, но вот он про него совершенно откровенно скажет, что он будет каким-то образом превращаться в другое, в третье, в десятое, и так далее. Вот первая остановка в этом движении, это просто форма данности. Что имеется в виду? Это имеется в виду следующее, что, хотя форма была в качестве актуальной и готовой, а предмет лишь становился, но, тем не менее, первое становление, первое завершенное становление этого предмета состоит в том, что предмет просто дан форме, как будто бы он самостоятельен, то есть он, как бы, делает вид, что он независим от формы. А как доказать? Вот он первая форма… Как это доказать? А? Как это доказать? Что предмет все-таки зависим от формы? Как вы можете это доказать? Если у вас предмет никак не возник… Если у вас нет никакого возникновения, а сразу, как бы, есть вот феноменологическая ситуация, что предмет становится формой. Как доказать, что он зависит? Потому что, быть может быть, это такова просто феноменологическая процесс? Ну, тут я просто не стал употреблять это выражение, доказать, что предмет все-таки зависим. Скорее форму беспокоит другое. Форма, поскольку она есть отношение с собой, она пытается себя, так сказать, схватить в качестве таковой. И, вот, из попыток схватывания себя, будет следовать, что она, схватывая себя, как бы, получает иной предмет. Из этого будет косвенно следовать, что предмет не является чем-то независимым, а является продуктом формы. То есть, если и так, а прочее, прочее, прочее ответить на это. У тебя же, если форма является формой данности, то есть она делает предмет существующим, то как же этот предмет от него не зависит-то? Нет, нет. Опять, вы сами путаете. Вот, ну, я сказал, опять повторю слово, ферменологическое. Нет, это, если не ферменологическое рассмотрение. Ну, я прошу еще несколько слов сказать. Нет, ну, вот, если я сейчас попытался на это дело смотреть с нефт на ферменологическую точку зрения, то совершенно по-другому, у меня мозги завертелись, как я совершенно по-другому воспринимаю. Но воспринимаю. И верно. Тогда я понимаю так, что форма есть форма данности для кого? Для самой себя. Так? Ну, это правильно. Только в том, что… И мы тогда начинаем, опять же, платонизм. Мой любим платонизм. Я рад. Я балдею. А почему здесь платонизм? Ну, Олег Михайлович не платонизм. Ну, Олег Михайлович не платонизм. Давайте я, как бы, выскажу еще тут, как бы, одно возражение. Ну, это интересная тема. Может быть, как-то развернуть ее в другой раз. В следующий раз, да. В другой раз. Ну, давай, расскажи. Вопрос следующий. На самом деле форма понимается в двух смыслах. И один смысл – это вот… Вот у нас, допустим, есть форма шара, да. Вот это некого рода форма, например, округлости, да. Вот обычно, ну, допустим, простой пример такой формы – форма пространства. Да, вот медь, округлая медь – это ша. Вот это вот первое понимание формы. Ну, это форма… Так форму понимает Аристотель. А есть второе понимание формы – так, как ее понимает Канн. А именно форма – это некого рода субъективная активность, да, которая формообразует мир. То есть, это понимание формы совсем другое. Это как понимание формы, в котором… Форма соотносится не как в первом случае с матерью, она соотносится с чем-то потусторонним, да, вот с какими-то вещами в себе. Потому что это некого рода активность, да, которая преобразует вот это в приходящий мир. Так вот, у Олега Михайловича, на самом деле, вот этого развлечения нет, как, впрочем, этого развлечения нет у Канта. Да, и у него поэтому получается такая странность. У него форма иногда значит форме предмета, да, в буквальном смысле, как форма шара, вот для шара. А иногда она значит вот этот вот способ, каким… сознание активно, да. То есть в буквальном смысле форма означает некого рода сознания. Поэтому форма там… Вот когда… Много часто упоминается форма, как синоним просто сознания. Ага. Вот есть такое вот еще замечание. Да, и для этого есть весьма уважительная причина. Причина эта состоит в том, что сам предмет же никакой формы не обладает, он получает форму от… Извините… То есть ты хочешь сказать, что форма стола – это не форма самого предмета, это форма, которую я ему предал? Совершенно. А почему же я бы не предал другую форму? Потому что делаешь это необходимым образом. Ну а как вы докажете, что это я делаю необходимым образом, а не предмет такой? Значит а вот когда 경우에는 единственные, ты предаёшь ему форму негеометрическую… …возьмём геометрическую форму для начала. Да нет. Не геометрическую. Пространственную форму. Асуети пространственную форму… Хорошо. …речь о логических формах! Хорошо! И первая логическая форма… Возьмём – в качестве примера… Надо пöransa… Чтобы понять ситуацию, возьмём в качестве примера некую пространственную форму. Вот допустимثorm перед нами сторон, пространственная форма. Вот есть моя форма, как ты говоришь, форма данности, или какая-то другая форма, активности моей. Есть конкретная форма этого стола. Как они соотносятся? Да нет этой конкретной формы стола. Ну а я перед собой ее вижу. Молодец, что ты видишь. А в начале движения Олега Михайловича речь не про такой образованный образ. Мы, если будем бесконечное начало обсуждать, мы никогда не поймем, в чем начало-то состоит. Надо все-таки к конкретной форме обратиться. Вот она, эта форма, непроизвольная, не я ее создал, а у нас необходимый образ есть. Так может быть предмет такую форму имеет, а не я ему эту форму предъявил? Но в этом встает вопрос. Почему предметы стола существуют? Нет, ну а форма, мы говорим не про существование, а про форму. Простойство и форму. Я, когда говорим о наколичестве, мы говорим о существовании. Столу придано данная конкретная форма, вот той исходной формы, которая была в начале, и которую я говорю. И игры не дают говорить. Я так понимаю? Нет, 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 это платонизм, я понимаю, кто его платонизм. Изначальные формы. Нет? Нет, нет, нет. Владимир Владимирович, пусть, хорошо, ты хочешь эту стадию мысли прояснить на каком-то чувственном предмете. Да. Тогда с этим следует... Потому что у вас есть предмет, если предмета не было, я бы даже не задавался таких вопросов. Значит, еще раз. Поскольку это первый шаг становления предмета, то все, что мы про этот предмет знаем, и чем он для нас является, это форма данности. Что означает? Что предмет есть, как будто бы форма не является условием существования этого предмета. Ну, я понимаю, как доказать-то это? Это же на самом деле уверение, уверение. Это все, что уверение, что я Бог, и вы должны признать, что я Бог. А ты сейчас уверяешь меня, что это форма, это что я предал столу форму, а не сам стол такой. Не надо меня уверять, это надо доказать. Понимаешь, надо просто как бы сказать, что это так, так, так-то и так-то. Что значит в этом контексте доказать, я не понимаю совершенно. Вот что такое феноменология? Из опыта, ясно. Вот видно, что форма этого стола, она от меня не зависит как-то. Она вот есть и есть, а меня может быть не быть. Предмет есть, а меня может быть нет. Тем не менее, предмет есть такой, какой он есть. Весь не городу опыта. Причем здесь феноменология? Потому что если ты не феноменолог, то ты должен обосновать, почему предмет именно таков, а не иной. И я говорю, все, что я знаю о предмете, это то, что он дал. Ну это феноменология чистая. Это не феноменология. Но это начало феноменологии. Это никакое начало феноменологии. Да, и стола нет, да. Хорошо, в начале может у вас стола нет, но когда-нибудь он возникнет, и как вы будете объяснять? Ну там будет очень странно, смотря что за столы заметят. Еще раз, все, что мы пока знаем про этот предмет, и чем он для нас является, если угодно, это то, что он дал. Ничего кроме этого. Ну это начало, я это начало знаю, но это бесконечно можно уверять, что это так. Ну а дальше-то, дальше-то, вот мы давайте перейдем просто к какой-то конкретный предмет. Вот передо мной, вот предмет стол. Что можно по нему в вашей терминологии? Форма, это предмет становится формой. Что здесь, что становится? Вот есть форма стола, в чем в нем становится-то? А в чем речь-то идет? Когда со столом уже разговаривать о становлении не приходится. Почему становление кончилось? Начало логики, начало вот этой логической антологии, не феноменально. Его нельзя пережить, как некоторый феноменальный или чувственный, или иной другой возможный опыт. Это исключительно мыслительный эксперимент. Если ты предлагаешь мне привести какой-то чувственный опыт в качестве доказательства этого мыслительного движения, это невозможно. То есть это все-таки из-за разряда аксиоматики. Я считаю, что это так. Это не из-за... Понимаешь? Мне из-за разряда аксиоматики. Это не из-за разряда аксиоматики, а не становление. Мое мнение на того. Становление. Ну вот, и чем это хуже, это на построение Канта, допустим, который как полагает вещи себе, там, еще там... Ничем не хуже, получается. Чем лучше, скажем так. И не лучше ничем. Просто один философ этот строит по своему усмотрению по одну, ну, как бы антологии, другой другую. А хотелось бы все-таки знать, как на самом деле. Вот еще проблема. Вот он, когда ты ее построишь, ты посмотришь... То есть, поэтому я адресуюсь к столу. Вот есть стол, конкретный, оформленный стол. Вот как с ним-то выйти? Ваши терминологии, что этот предмет становится в форме. Что тут? Что здесь форма? Что в чем становится? И так далее. Булак, я должен тебя расстроить. Если ты хочешь... Если ты задаешься вопросом, как на самом деле, то ты пришел не по адресу. Философия не дает ответа на вопрос, как на самом деле. И наука тебе не дает ответа на вопрос, как на самом деле. Правильно. Но философия должна мудряться отвечать на вопросы по возможности, да? Когда я эти вопросы ставлю. Может быть, никогда философия не достигнет истины, но по крайней мере она... Этот вопрос философия не ставит. Ну я поставил, значит она ставит? Нет, потому что ты не философ. Хорошо. Это лучший, конечно, тезис, что философ это не ставит, потому что я не философ. Хорошо, люди это ставят. Я-то человек, люди такие вопросы ставят. Верочку надо носить. А философы пусть отвечают. Все, мы люди. На этой ноге я и закончил? Ну, можно, я, было бы свое видение этого дела, если говорить о конфетных предметах, которые в нашей данности есть. И что значит предмет становится? Понимаете, терминология символизма. Вот у меня есть нечто целое. Вот я просто обращаю на это внимание. Как на нечто целое? Вот есть, ну, я говорю, вот некий символ, да? Стол. Я еще не присматриваюсь. Просто стол, вот, да. И форму не очень там обозреваю, да? Но форму он мне уже дал. В форме давности. Но он мне должен стать как предмет. Что значит предмет? Предмет это уже некая конструкция. Из чего? Я должен этому столу изначальной форме давности придать некие значения. Посмотреть на его свойства, да? Вот, там, ну, форма конкретная, там, узоры, ножки. Все такое проще. И из этого у меня складывается, ну, каттовским языком уже предмет. Понятие о предмете. Вот это и есть там, в моем понимании, становление вещей. Потому что для меня изначально это было нечто. Некий символ, стол. Да? Никакого изначально уже нету. Он вам сразу там... Он ничем не различил. Никакие значения я ему придать не мог. А когда я придаю вот этому исходные вещи, столу, некие значения четкие, да? Когда я укладываю в мою систему знаний, у меня становится уже некий идеальный предмет. Он уже стал как вечер такая. Понимаете, да? Вот в этом смысле. Можно, как бы, я последний... Но форма, она именно стабильная. Последние решающие слова. За что у нас... Ну, ладно, я не философ, но за что философ не любят? Они говорят на неком, как говорят, птичьем языке, как бы, да, и думают, что тем самым, поскольку они не будут поняты, да, они скажут что-нибудь мудро. На самом деле, как бы, надо ведь не пытаться что-то там высказать, какие-то слова на ветер, да, бросить. Надо пытаться понять, как вот мы перед собой некую феноменологическую картину увидим, да. Надо пытаться из этой картины исходя ее как-то объяснить, понять, почему она именно так устроена, а не иначе. А не пытаться там как-то выстроить какое-то идеальное нечто, какое-то идеальное рассуждение. И потом как-то там сказать, что, может быть, через тысячи лет мы дойдем до объяснения того, как вот в нашем феноменологическом опыте это все устроено. А, кстати, можно еще я за меня говорю мало, и человек, как говорится, философ и неискушенный. Вот когда Влад задал вопрос, а общую, собственно, у вас два понятия, предмет, форма. Ну, действительно, пока речь идет о таких вещах, как форма данности, как сказать, тогда действительно совершенно непонятно. А когда вот мы переходим к конкретному феноменологическому опыту, вот есть перед нами стол, да. Понятно, что здесь есть форма стола и есть стол как предмет. Тут-то понятно, что эти два понятия различены. Я вас удивлю потом, что в дальнейшем оказывается, когда мы растем до столов и стульев, да, то вы не поверите, вот этот платонический разговор, что есть стол, если это стола и его форма, он оказывается недействительным. Совсем кажется все иначе. А как? А вот иначе. Как? Ну, начнем отношение, что вещь мы понимаем в настоящий момент, как отношение, как некую елку, на которой навешаны профили. Этот стол с этой стороны, с той, с третьей, закрыл глаза, его подкругал, это тоже его свойство. А там же вещь понимается иначе, в принципе, она понимается, как отношение различных свойств просто. Не как нечто самостоятельное, не как некая елка, на которой навешаны ее профили или образы. А она понимается, как просто отношение в огурце, подолговатой формы и зеленого. Вот так понимается. Не имеет ничего общего с идентическим подходом. Тем самым, когда у этого стола есть некая форма стола. Вот так она получилась. Ну, подожди, все равно в опыте ты же понимаешь, что это единый предмет, огурец. Да, ты понимаешь, но для тебя огурец – это отношение подолговатости и зелености. Нет, для меня огурец – это огурец. Вот для меня, как для нормального человека, не сумасшедшего. Огурец – это огурец. А вот здесь такая ситуация, где ненормальная форма. Не как у огуретных, не у меня представляется, что воспринимать огурец как нечто самостоятельное, которое иногда в попе выглядит подолговатое, второе зеленое, это дело привычки просто. Вот привычка такая. Да, но не может быть другой привычки. Почему? Почему? Ты же можешь попытаться понять огурец, находящийся, что как отношение зелености и продолговатости, находящийся в одном месте. На самом деле, и представляющийся по государственной горе, это не очень точно, потому что у него вещь, чем является место. А место-то оно одно и то. Это другой раз договор. Нет, ну просто меня заставили зайти так далеко. Нет. Я готов об этом поговорить. Почему это неплатонизм, это все ради Бога? Неплатонизм, да, совсем. Почему неплатонизм? Потому что для Платона, по крайней мере, я так его излагаю, характерная ситуация, что для того, чтобы видеть стол, мы должны иметь доступ к эйдесу стола. Для того, чтобы видеть этот, ну чтобы воспринимать, скажем, фикус, мы должны иметь доступ к эйдесу. А для того, чтобы воспринимать стол, мы должны понятие стола иметь в виду? Нет, конечно. А как? Если ты не имеешь в виду понятие стола, ты воспринимаешь, конечно, предмет, но не воспринимаешь стол. Да, да, да. То есть это слово эйдес, ведь оно еще не решает. Столом у тебя, да. И столом у тебя, оказывается, отношение его прямоугольной формы, количеством, находясь в своем месте. Здесь то же самое. Я существую в хаотическом мире различных свойств. Я просто понимаю, я различаю, правильно говорит, мне кажется, различаю в едином эйдес стола, и тогда у меня вот эти хаотические свойства, которые, они вот, как и приводятся в этом столе. Да, свойства не имеют отношения к эйдесу. Это еще один предыдущий шаг надо сделать. Предыдущий шаг, который у меня общественно... Я эйдес различаю в едином. Да. Я различаю в едином эйдес стола. Да. Значит, у меня, как и у Канта, два канала. Один канал к единому, где я схватываю умственным взором эйдес, и различаю его. И другой чувственный канал, который... Деректина основания... Платонам ничуть не отрицается, а наоборот. Я считаю, что Платон вообще в философии первый материалист. Он доказал необходимость материальных вещей. Да, и все одежды материалисты. Ну да. Вот. Ну, он такой самый. Первый идеалист, на самом деле, Кант, если честно. А все остальные были эти материалисты. Вот. Так я эйдес ухватываю, чувственная материя мне придает какое-то хаос свойство. И вот это вместе увязывается. Я туда ухватываю форму сверху, тут у меня чувственная материя, и я... Да, да, да. И получается стол. Да, замечательно. И вот подход на Горице совсем не такой. Просто совсем не такой. Как-то не такой. Когда он только что сказал, что именно он такой. А где же он такой-то? Ну, во-первых, он наградится сейчас в свойстве. Барахтуются отдельно. Да. И есть и дело форма. Нет единой формы. Как форма-то нет? А какая единой форма-то? Становится все в форме. В форме. Это мы когда говорим о вещи-то. Здесь-то где единой форма? Вещи. То есть, ты мне предложил... То есть, онтология формы, а формы здесь нет. Вот. Так у тебя... Форма-то здесь есть или нет? Форма-то у тебя... Как именно форма вещи? Все. Форма вещи... А что такое форма вещи? А не форма стройности, фикусности... А что такое форма вещи? Это не важно. Это уже частности. Конечно, частности. Это уже абсолютно аристотелизм. Аристотель там много гадостей. Он наговорил, но это не надо. Это путать не надо. А, кстати, между прочим, вы правильно про Аристотеля заговорили. Потому что Олег Николаевич любит имена Аристотеля и исходит из Аристотеля. Я говорю все к Аристотелю. Я просто хочу сказать, что меня Стас выкинул в черт его знает куда. Согласитесь, да? Что меня послал бы вообще-то. Тебе не странно, что для того, чтобы что-то сказать, тебе надо проделать весь путь? Нет, потому что если мы решили говорить о вещах, о предметах, о их свойствах, то мне пришлось идти к концу. Нет, ну, во-первых, у тебя есть главный тезис, создающий, что есть форма, как бы, и предмет становится формой. Ты должен на каждом этапе, в любом месте, должен объяснить, как это выглядит. Да, вот я вам да, я могу это сделать. Это просто задача, это задача вот... Нет, не Эгулация. Ты сейчас не коси под приличного. Ты требовал другого. Ты требовал перейти сразу от метафизического начала, от логического начала, к эмпидически доступному опыту. И на примере эмпидически доступного опыта показать, что эти все мысли означают. Эти мысли непоказуемы в эмпидическом опыте. У многих философов Гегеля, Канта, там, у многих показуемы, а у Олега Михайловича непоказуемы. И у них тоже непоказуемы. Не надо вот... Там же какие-то вещи, сомневаясь, там, а, звери, сомневаясь, там, существование вещей, набрасываются, и пожирают. Ты же знаешь, что эти места все... Это прямо в описании бытового опыта. Да, да, это вот так. В общем, я предлагаю закончить это безобразие. Это было интересно, но хорошо. Я так не понял. Ну, это хорошо. Если честно, я специально попрошал, потому что, как бы, по-большому... Вот это не надо. Вот не надо этого делать, Влад. Вот не надо. Вы остановились просто. Просто остановились. Не надо оправдывать.